В Кировскую область пришли настоящие морозы. И это только начало, говорят метеорологи-любители. Каким по их расчетам будет декабрь? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давичи». Меня зовут Екатерина Зубарева. Здравствуйте. Отравились угарным газом. В Малмышском районе выясняют причины происшествия, в результате которого пострадали женщина и ее семеро детей. Что говорят о происшествии власти и исследователи. 24 человека пострадали на дорогах области за три дня. Госавтоинспекция подводит итоги пятницы и выходных, где произошли самые серьезные ДТП. В салоне грязно, сиденья порваны. Кировчане пожаловались в администрацию на общественный транспорт. Чиновники выехали в рейд, что выявила проверка. Праздник в каждый двор. В Первомайском районе объявили конкурс на новогоднее оформление. Кто может принять в нем участие и какие призы ждут победителей? Снова поражение. Кировская родина в воскресенье сыграла с командой из Уфы. Расскажем, с каким счетом закончилась игра и что по этому поводу сказал главный тренер. Лютые морозы и ледяной ветер. Метеорологи-любители сделали долгосрочный прогноз на декабрь. Судя по мониторингу, первый месяц зимы будет очень холодным, но, вероятно, и кратковременное потепление. Что касается осадков, то в первую декаду месяца их практически не будет, а далее регион, возможно, завалит снегом. Согласно расчетам метеорологов-любителей, декабрь в Кировской области ожидается холоднее нормы на несколько градусов. Такой холодный первый месяц зимы был в 2009, 2012 и 2016 годах. В этом году самой холодной уже стала ночь на 3 декабря с субботы на воскресенье. По востоку Кировской области температура опустилась до минус 26 градусов. Серьезные морозы возможны и после 20 чисел декабря. Температура ожидается до минус 30 градусов и ниже. Детей в Малмышском районе проводится доследственная проверка. Информация о происшествии появилась в выходные. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Соколов, в селе Калинино женщина и ее семеро детей, девочки от 1 года до 14 лет отравились угарным газом. Ночью в Малмыш из Кирова вылетел борт санавиации. Пострадавших осмотрел реаниматолог. У женщин и детей диагностирована легкая степень отравления. Они оставлены на лечение в Малмышской ЦРБ. Что касается причин происшествия, по данным губернатора, это могло произойти из-за неисправности дымохода. У следкома другая версия. В Малмышском районе 2 декабря в больницу были доставлены женщины и семь ее несовершеннолетних детей. Предположительно с отравлением, произошедшим в результате работы газового котла. По данному факту, следственными органами проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. А вот происшествие в Советском районе закончилось трагедией. В воскресенье в деревне Дуброво загорелся частный жилой дом. Как сообщается на сайте МЧС по Кировской области, в огне погиб 11-летний мальчик. Причины пожара устанавливаются. Пострадали дети и на дорогах региона. В пятницу около половины девятого вечера в Санчурском районе улетел в Кювет и перевернулся автомобиль Киа. 27-летний водитель и 4-месячный мальчик получили травмы. А в воскресенье днем в ДТП в Чистых прудах водитель автомобиля Тойота Карина при повороте налево столкнулся с Хондой Цивик. В ДТП пострадал трехлетний пассажир. В выходные и праздничные дни со 2 по 4 декабря на автодорогах Кировской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 24 человека получили травмы различной степени тяжести. В городе Кирове в автомобильных авариях были травмированы 14 человек. В районах Кировской области в ДТП травмы получили 10. За нападение на прохожего 4 года тюрьмы в Кирове вынесен приговор мужчине, который в мае напал на незнакомца на улице Блюхера. По данным прокуратуры, 28-летний кировчанин бросил в голову прохожего камень, ударил по лицу и забрал мобильный телефон. Суд расценил полученные мужчиной травмы как легкий вред здоровью. С учетом наличия предыдущих судимости, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Его действия образуют особо опасный рецидив преступлений. По этой причине назначенное наказание осужденный будет отбывать в колонии особого режима. Грязь в салоне, сломанное поручни и порванное сиденье. Именно на это чаще всего жалуются пассажиры общественного транспорта в Кирове. Представители городской администрации решили проверить информацию и выехали в рейд. Проверили автобусы, приезжающие на конечную остановку и подром. По итогам проверки выяснилось, что жалобы были обоснованными. С экипажами автобусов провели беседы и указали, что в салонах должно быть чисто. Также у водителей проверили наличие путевой документации, карт маршрута и страховки. Кроме того, специалисты напомнили, что в каждом автобусе должна быть размещена информация об экипаже и стоимости проезда. В случае выявления нарушений перевозчикам выносят предупреждение. Уточнили в отделе транспорта. Идут со стороны пассажиров жалобы о том, что в автобусах маршрутных, которые по городским маршрутам ездят, отсутствуют поручни, грязь в салоне, таблички, стоимость проезда, кто обслуживает данный маршрут. В общем, все негативные вопросы сиденья драны, вот как здесь, допустим. В Кирове выберут лучший новогодний двор. Конкурс проводится в Первомайском районе города. Как рассказали в мэрии, на победу могут претендовать как предприятия и управляющие компании, так и просто инициативные горожане. Все номинанты будут поделены на шесть категорий. Это лучшее оформление ТОС, украшение двора многоквартирного дома, оформление частного дома, оформление фасада здания организации или учреждения социальной сферы. Конкурсная комиссия будет учитывать общее впечатление, наличие елок и светового оформления и творческий подход. Заявки принимаются до 15 января в центрах местной активности. Итоги будут подведены до 1 февраля. Победители в каждой номинации получат дипломы и призы. Девятое поражение подряд. В воскресенье хоккеисты Кировской Родины в Уфе уступили местному Кировцу итог встречи 5-2. В первом тайме кировчане не смогли забить ни одного мяча. На перерыв команды уходили со счетом 3-0. Во втором тайме смогли забить мячи в ворота соперника Максим Маслов и Дмитрий Кураев. Матч закончился со счетом 5-2 в пользу уфимцев. Особенно отличился на этой игре наш вратарь Максим Шакиров. За матч он отразил 4 пенальти. И тем не менее сейчас наша команда единственная, у кого после 9 игр в копилке нет ни одного очка. Мы по-прежнему остаемся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата среди команд Суперлиги. Мы вышли какие-то скованные, зажатые. Что это нас давило в ответственность за результат. Соперник начал более агрессивно. Скажем, у нас много невынужденных таких удалений. И план на игру весь поломался. Скажем так, очнулись только уже после 3-0. Что-то за мяч немножко зацепились. Какие-то комбинации начали наигрывать. А второй тайм уже вынуждены просто рисковать были. Оперативно следить за новостями города и области можно также в наших социальных сетях. А также вы можете присылать свои видео и новости по номеру телефона, которые видите на своих экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в 13-15 программу «Объясняю популярно». Я с вами на этом прощаюсь. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»